Профилактика суицидов, хоть и на первый взгляд, мероприятие не первая важности, учитывая, как много актуальных проблем существует в молодежной среде, однако специалисты, отслеживающие и анализирующие ситуацию в области не первый год, знают точно такой метод – крайняя необходимость. Проблемы в школе, сложная обстановка в семье, непонимание со стороны окружающих, психологическая неустойчивость подростка – это основополагающие факторы, вызывающие в подсознании далеко не положительные мысли и рассуждения. Антисуицидальный барьер ребенка – это в первую очередь забота матери и отца, и, конечно, педагогов на их плечи ложится ответственность за психическое равновесие своего чада. В течение ряда последних лет у нас ситуация в целом по суицидальному поведению населения относительно стабильная в области, но конкретно по детскому и подростковому суицидальному поведению наблюдается рост, как по суицидам, так и по суицидальным попыткам. И вследствие с этим, конечно, все субъекты системы профилактики принимают соответствующие меры по координации усилий, по разработке более эффективных профилактических мероприятий на всех уровнях, по составлению каких-то единых, планируют, скажем так, единые действия для того, чтобы экстренно отреагировать на эту неутешительную статистику. Картина действительно неутешительна. В 2016-м зафиксировано 8 случаев суицидов среди подростков, 3 из которых пока в рассмотрении ВВД, 45 попыток самоубийства. Цифры значительно превышают показатели прошлых лет. Причины неизменны. Семейное неблагополучие, нарушение детско-родительских взаимоотношений, непримиримые конфликты, в том числе в школьной среде. Говоря о побудителях необдуманных действий подростков, нельзя не брать во внимание проблему злоупотребления молодежью вредными привычками. Что касается алкоголя, ну традиционно он доступен и традиционно приветствуется его употребление. Поэтому достаточно много состоит на профучете несовершеннолетних по области порядка больше двух тысяч. Мощная информационная компания врачей, педиатров, неврологов, учителей, психолого-педагогической службы школ – верный шаг на пути к исправлению ситуации. Обратив внимание на поведенческие изменения ребенка, необходимо незамедлительно принимать меры. Психологическая помощь – единственная возможность помочь подростку в период взросления. 8 тысяч посещений к доктору участковому в течение года, 2016-го было. Из этих посещений 700 детей пролечено в дневном стационаре у нас. Из этих 700 детей до 10% детей составляют как раз-таки суицидоопасное состояние. Это депрессии, это ситуации, когда ребенок находится в трудной жизненной ситуации, переживает какие-то тяжелые семейные проблемы, или переезд, или распад семьи, или смерть близких. Вот эта категория детей, она тоже находится под пристальным вниманием врача, и в сотрудничестве с психолого-педагогической службой школ, социально-педагогическим центром оказывается психологическое сопровождение этой семьи. Родителям необходимо учитывать факты развития популярной среди молодежи информационной площадки – сети интернет. В силу незрелости и легкой внушаемости, они не способны рассуждать самостоятельно и отделять хорошее от плохого. В этом случае применимы строгие ограничения в пользовании всемирной паутиной – ребенком с несформировавшейся психикой. Не стоит опускать из виду и тот факт, что зачастую парасуицидальные попытки – это способ подросткам привлечь к себе внимание родителей. Стоит ли говорить о том, как важны в этом возрасте для ребенка забота и участие мамы и папы? Спасибо. 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 Спасибо.